Поездка началась с микрорайона Антонова. Там уже много лет подряд каждое лето встает проблема растущего борщевика. В этом году заросли обрабатывались пестицидами, однако для полного увядания кустам нужно несколько сезонов. Вот это видно, что они были обработаны. То есть они, говорю, что они на третий год, они полностью... Заяднут, да? Да, да, да. Обсудили и постройку в Антоново остановки с разворотной площадкой для заезда автобуса вглубь микрорайона. Ее обустройство возможно стоимость 700 тысяч рублей, но ответ пока один – нет финансирования. Если депутаты примут решение по выделению данного денежных средств на обустройство разворотной площадки, естественно, мы поменяем схему движения автобуса. Еще одной проблемой округа депутата Алышева является расселенный дом по проспекту Мира-42. Когда он будет снесен, пока не ясно. На данный момент является крайне пожароопасным. У нас такая тенденция, что такие дома часто загораются. Здесь стоял рядом Мира-44 дом, он сейчас снесен, но с Мира-42 вопрос по-прежнему не решен. Причина, по которой дом все еще стоит, та же, что и с автобусной площадкой в Антоново. Как пояснили в комитете управления имуществом, средства на снос зданий в этом году закончились. Дом по проспекту Мира-42 был включен в план на снос. Имеется подготовлена проектно-спектная документация, но по настоящее время у нас отсутствует финансирование на данной цели. Но не только этот дом, у нас еще несколько домов включены в этот план. Поэтому ждем только финансирование. Еще одной проблемной точкой до недавнего времени был тротуар неподалеку от здания общества слепых. Здесь, в Низине, каждое лето образовывалась огромная лужа, что для слабовидящих было серьезным препятствием. В итоге решено было поднять уровень тротуара, положив поверх него дополнительный слой асфальта. Многократно обращались в администрацию. И вот на сегодня, по крайней мере, здесь уже имеется тротуар. Продолжение следует...